на горах кавказа беседа двух старцев пустынников схемонах иларион домрачел часть восьмая о бесовских привидениях кознях и страхах коим подвергаются пустынно жители и о средствах избавления от них при прощании со старцем мы сказали нельзя ли отец святой услышать от вас что-нибудь по части бесовских привидений страхов и козни коими дьявол устрашает пустыни живущих ради своего спасения старец отвечал на что вам слышать то что совсем не полезно и для чувства сердечного неприятно деятельность вражью губительную злобную исключительно направленную на пагубу человеческого рода никогда не пристающую по временам слышимые их игры топот пляски свирели гусли и всякого рода мусикийское согласие иногда же разнообразные страшилища привидений разные козни что все по первому знамению крестного знамения исчезает как о всем подробно говорится в житии святого антония великого там и читайте если вам интересно знать что совсем не может принести для души никакой пользы мы же продолжали просить говорят что хотя и так но все-таки ради любопытства желали бы слышать о кознях и ведениях вражеских из вашего собственного опыта старец отвечал дьявол не изменил свои злобы к роду человеческому но как прежде вся его ярость и пагубное стремление было направлено по свидетельству великого антония особенно на проводящих духовную жизнь вообще на подвижников христианского благочестия монахов пустынников так тоже видится и теперь только нужно знать всякому что дьявол без допущения божия не может нам сделать никакого зла господь не иначе как по мере нашей духовной силы попущает ему действовать на нас не будь этого то он по чрезвычайной злобе своей и вражде мгновенно потребил бы весь род человеческий но связанный силою божию как скотина уздою бессильно свирепеет и мучится как о бы возможно было нам дерзать и противо такого страшного противника нашего рода ащи не бы державнейшая десница богослова содержала нас ограждающий и покрывающий как о претерпела бы человеческое естество наветы его кто бы глаголит открыть лице обличение его в сагбении же персей его кто внедет из уст его исходят яка свещи горящие и разметутся аки искры огненные из ноздрей его исходит дым пищи горящие огнем углия душа же его яка углия и яка пламя из уст его исходит на выи же его водворяется сила пред ним течет пагуба сердце его а жести яка камень стоит же яка наковальна неподвижно возжигает бездну яка печь медную мне джи море яка мироварницу и тартар бездны яка пленника все высокое зрит сам же царь всем сущим в водах видение его чрезвычайно гнусное нетерпимо отвратительное безобразно и страшное производит на душу впечатление тягостное мучительное он преображается в разные виды и подобие но хотя бы и явился и ангелом света или даже в образе христа что и бывает как читаем жития святых или даже сами видели в современном монашестве но не может произвести в нас радостного чувства но всегда тревожное и тягостное этим конечно и различают его явления от истинных видений бывающих рабом божиим прото иерей иоанн сергиев так описывает присутствие в нас дьявола когда дьявол в нашем сердце тогда необыкновенная убивающая тяжесть и огонь груди и сердце душа чрезвычайно стесняется и помрачается ко ко всякому доброму делу чувствует отвращение слова и поступки других в отношении к себе криво толкует и видит в них злоумышление против своей чести и потому чувствует к ним глубокую ненависть ярится и порывается к мщению от плода его познаете его недаром всепречистая богоматерь молилась к возлюбленному сыну своему господу иисусу христу чтобы не видеть ей при честном успении своем мрачного вида безобразных эфиопов потому что ничего нет так мучительного для души и тягостного как вид бесовский от того им и не попущено показываться явно в своем образе между людьми кое от этого могли бы умирать мы же продолжали молить старца рассказать нам хотя одно какое-либо видение по части бесовских обольщений старец начал говорить сидящий мне иногда глубокой пустыне в черноморских лесах в местности под названием медовицкие поляны в глухую полночь проснувшись слышу на дворе какое-то необычное движение и шум как бы от многонародной толпы вышедшие действительно увидел странное зрелище движется как бы похоронное шествие и множество народа во всевозможных костюмах со свечами в руках и со многими светильниками коих свет не настоящий а какой-то темноватый посреди толпы четыре человека несут гроб а пред ними несется как бы турецкое знамя в виде подсвечника с полумесяцем поют раба твоего разуме уже то быть и бесовское коварство я сотворил крестное знамение сначала на себе потом оградил им и все это бесовское скопище мертвец из гроба выскочил и но бежать несшие гроб бросили да за ним и все сборище устремилась бежать в ту сторону так что через минуту была уже полная тишина и молчание и только когда через час я вторично вышел на двор то вдали слышно было женщина плачущая жалобным голосом как бы об умершем сыне своем но вскоре и это смогла и водворилась обычная пустыне тишина и безмятежие вот этот один случай продолжал старец я рассказал вам это с великим себя принуждением большего не спрашивайте потому что нет возможности да нет и пользы слышать и знать бесчисленные лесовские прирожения козни искушения коими они по допущению божию смущают пустынников но не так как они хотят а насколько допустит им бог совершенно ведая силу каждого из нас и в меру сей силы и дает им искушать нас но лучше говорил старец отведем свой ум от пагубной его деятельности и устремим его на святые и божественные предметы еще был сделан нами старцу вопрос не страдали ли вы от боязни которые иногда жестоко мучат живущих пустыне особенно когда кто живет один в отшельничестве мучился отвечал старец особенно в первое время по вступлению пустыню что и сказать нельзя хотя неподалеку от меня и жили другие братья но это мне не помогало бывало наступает вечер и дрожит тело мое и содрогаются кости какой-то неопределенный страх и трепет всегда проникали все мое существо и помню бывало начну критически разбирать причину такой боязни ничего определенного не видится а ужас объемлет все мои душевные чувства начал усердно проникать в писание святых отцов нахожу у лестничника боязнь есть младенческий и смеха достойный нрав он происходит от неверия богу святой антоний говорит знайте что все содержится в руце божией и демон не имеет никакой власти над душой у христианина святой саоксирский убеждает будьте твердо уверены в том что не враг не без не злой человек не зверь вообще никто не может нанести нам вреда если не будет на это соизволение от вседержавной власти божией а если не так и всякий мог бы делать что хотел то истребился бы весь род человеческий потому что по слову писания помышление злое прилежит всем нам от юности нашей хотя иногда и видим противное сему и зло торжествующим и успевающим на горше но это попущается по судьбам промысла божия для нас неведомым и бывает не всегда и не во всяком случае но по усмотрению и по допущению вседержавной власти пользы нашей но всего более подействовала на меня благотворным влиянием стихира честному кресту господню поемая в конце по вечере и молитва животворящему кресту господню первое говорится господи оружие на дьявола коррест твой дал если нам трепещет бой трясется не терпя взирать и на силу его а во втором читаем божественной силы исполненные слова от которых действительно исчезает лукавая сопротивная сила как тьма при полуденном солнце да воскреснет бог и расточатся в рази его и добежат от лица его ненавидящий его я к исчезает дым да исчезнут и я катает воск от лица огня так а да погибнут бесы от лица любящих бога и знаменующихся крестным знамением и в веселье глаголющих радуйся при честной и животворящей кресте господень прогоняй бесы силою на тебе пропятого господа нашего иисуса христа во отшедшего и поправшего силу дьявола и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого врага и супостата все сие сообразил и тщательно размыслив я несомненно уверился в истине и несокрушимой силе и крепости словес сих и принял их в сердце свое еще припомнилось мне сказание в житии священному ученика киприана когда он из язычества обратился в христианство через святую девицу и устину познавший всю немощь и бессилия бесов служивших ему тремя полками по поручению сатаны и когда без хотел его за это удавить то всякий раз отлетал как напряженная стрела лишь только святой полагал на себя знамение креста и я исполнился духом несказанного мужества смелости и неустрашимости и вместо того чтобы по нему бояться сам сделался грозою для сопротивной силы и стал искать где присутствует и водворяется бесовская отступническая сила чтобы сокрушать и прогонять ее силу и честного и животворящего креста господня но ее уже не было не только вблизи меня но даже и на поляне где я находился было осязательно слышимо для сердца как святая сила веры и упование на бога входили в душу мою и наполняли ее непобедимого дерзновения противо сопротивной силы и от тех пор милостью божию действительно вижу что слабость сия впрочем немаловажная для живущих пустыни оставила меня все конечно в далеких местах и ужасных пропастях находясь иногда по нуждам своей жизни чувствую себя как бы в келье обительской посреди многого братства отсюда видно что как во всех наших делах требуется духовное ведение так и здесь со всей очевидностью видится его все победное для врагов действо конечно по незнанию божественных предметов человек боится врага божия а создателя своего у меняет ни во что и когда же боится когда находится и стоит на божественной службе его самого в это время боится как огня отступническая сила а он по неразумию своему страшиться ее какое извращение духовных понятий невежество и унижение своего духовного служения здесь видится положительное отсутствие здравых понятий о предметах духовных и особенно ложное представление о промысле божием правду говорит святой листвичник что таковые иногда наказываются от бога помешательством ума и это за то чтобы знали кого нужно бояться бога создателя своего они погибельной твари лукавого беса который ради скоредного вида своего никогда не смеет явиться человеку боящемуся бога но испытавши на себе сие мучительное состояние вражеский страх даю всем братьям своим ради любви христовой живущим пустыне опытный совет а равное всем христианам не как и никогда ни в каких обстоятельствах не бойтесь устрашение дьявольской силы господь попускает видимо являться и только сильным и великим в духовной жизни мужам а слабым вовеки не дозволит явиться бесу потому что господь сам находится повсюду на всяком месте и непосредственно видит наше состояние полноте его содержания и по мере нашей духовной силы попущает врагу действовать на нас как и апостол говорит верен бог и же не оставит вас искуситеся пачи нежели можете понести первое послание коринфянам апостол павел 10 13